Всесильная служба в авторитарном режиме, чьи слишком широкие полномочия, могут привести к злоупотреблению властью. К такому выводу пришли эксперты в области разведки из Австрии, Польши, Словении и Великобритании после анализа пакета законов, касающихся деятельности Службы информации и безопасности Молдовы, принятого ПДС в первом чтении. Как пишет Европа Либера со ссылкой на документ, отчет был составлен экспертами Женевского центра по управлению сектором безопасности по запросу депутата ПДС Лилиана Карпа. В нем сказано, что эксперты в области разведки, принимавшие участие в исследовании новых законопроектов о работе СИП, не сговариваясь, пришли к единому выводу. Новые полномочия спецслужбы могут оказаться настолько безграничны, что это приведет к злоупотреблению властью. Полномочия СИП, изложенные в пакете законов, продвигаемых властями Кишинева, предполагают скорее всесильную службу в авторитарном режиме, чем функциональную службу в демократической системе. Такой широкий мандат выходит далеко за рамки модели спецслужб в странах ЕС и НАТО. Кроме того, список непоследователен, поскольку типичные задачи разведки смешиваются с исполнительными полномочиями и средствами. Основным риском возложения на службу столь широкого и разнообразного круга полномочий является неэффективность за счет рассеивания усилий и несогласованных и запутанных задач. Эксперты также отмечают недостаточный механизм внутреннего и судебного контроля, работы спецслужбы и ее сотрудников с широкими полномочиями, несоответствие европейским стандартам механизма защиты персональных данных и отсутствие механизма подачи жалоб на офицеров СИП. При этом европейские специалисты подчеркивают, что в законопроектах слишком много внимания уделяется правам офицеров СИП. И напомнили правящему большинству, что любая государственная служба – это обязанность. Очень длинный всеобъемлющий перечень задач и полномочий может привести к тому, что служба будет прятаться за законом, вместо того, чтобы нести ответственность за свои действия и объяснять, направлена ли ее работа на благо общества в целом. Кроме того, считают европейские эксперты, у СИП не хватит ни материальных, ни человеческих ресурсов для выполнения такого широкого круга задач, так как это потребует институционального потенциала, который трудно обеспечить, обширные высококвалифицированные человеческие ресурсы и большой бюджет. Однако закон о бюджете, подчеркивается в экспертном заключении, выделяет на СИП только порядка 20 миллионов евро. Бывший министр национальной безопасности Анатол Плугару в комментарии для нашего телеканала подчеркнул, что по сути, эксперты Женевского центра по управлению сектором безопасности, в компетентности которых нет сомнений, указали на то, что в расширении полномочий СИП надобности нет. Ну, во-первых, пусть научатся использовать, я про СИП говорю, пусть научатся использовать и для начала хотя бы то, что у них уже есть. Любой профессионал подтвердит, что средства и соответствующие возможности им даны, надо уметь этим пользоваться. Он также считает, что эти законопроекты появились не случайно и политически мотивированные. Дело в том, что Майя сам будет требовать от них побольше, побыстрее работать, эффективнее работать, потому что она якобы откуда-то узнала, что Россия что-то замышляет против дискульки Молдова. Так я ответственно утверждаю, что это полный бред. Россия сейчас не до того, не до нас. При этом Плугару выразил мнение, что власть нарушает Конституцию, когда в одиночку от имени народа решают вопросы войны и мира. Если серьезно посмотреть, то эта партия, партия действий и солидарности, она никого не представляет, по большому счету. Она могла бы решать вопросы войны и мира, только имея поддержку, имея наклады или полномочия от большинства населения Республики Молдова. Она же, ну в лучшем случае, тогда, когда их избрали на президентские функции, на парламентские функции, она в лучшем случае представляла, в лучшем случае одну треть населения. То есть не посоветовавшись в обязательном порядке в таком случае не исполнять требования Конституции, что вопросы войны и мира надо согласовать с народом, это есть чистое злоупотребление положением, это есть чистая узурпатия власти. За комментарием мы обратились в пресс-службу ПДС и администрации аппарата президента, но на наши звонки там никто не ответил. Отметим, 13 марта Венецианская комиссия также подвергла критике реформу СИП. Эксперты ВК считают, что есть риск политизации спецслужбы, которой в случае принятия законопроектов в окончательном чтении и в нынешней редакции будут предоставлены неоправданно широкие полномочия. После заключения Венецианской комиссии депутат ПДС, председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп заявил, что при подготовке пакета законов о деятельности СИП ко второму чтению будут учтены все замечания отечественных и зарубежных экспертов. Мы внесем необходимые изменения в соответствии с заключением Венецианской комиссии. И, как я уже говорил, не только Венецианская комиссия вышла с определенными требованиями внести изменения в пакет законов, который был предложен. Во время дебата в рабочей группе мы пришли к выводу, что необходимо зарегистрировать еще один проект закона, который бы предусматривал внесение изменений и в сопутствующие законы, как, например, закон о государственной безопасности и другие законы. Напомним, в ноябре прошлого года депутаты от ПДС зарегистрировали три законопроекта, касающиеся деятельности СИП, о статусе офицера СИП, о службе информации и безопасности Республики Молдова и о контрразведывательной и внешнеразведывательной деятельности. Последние два законопроекта были отправлены в Венецианскую комиссию. Но, несмотря на критику ВК, 30 марта парламентское большинство приняло этот пакет законов в первом чтении. Следует также отметить, что в феврале президент Молдовы Майя Санду призвала парламент как можно скорее предоставить СИП дополнительные полномочия, аргументируя это опасностью дестабилизации в стране. Нападения на Молдову готовятся. Планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Так называемая позиция хочет сменить власть в Кишиневе. Парламент должен как можно скорее принять проекты, которые дадут службе информации безопасности и прокуратуре возможность бороться с рисками для безопасности страны, заявила тогда Санду.